Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодняшнее видео будет посвящено винным дрожжам. Мы с вами разберем, что такое чистая культура дрожжей, мы с вами поговорим о диких, так называемых диких дрожжах, ну и разберем преимущества и недостатки каждого из этих вариантов. Мир виноделов делится на два, скажем так, противоположных лагеря. Одни используют при выражении естественную микрофлору, так называемые дикие дрожжи, другие же используют чистые культуры. При этом сторонники чистых культур и, в принципе, конвекционального вина, что такое конвекциональное вино? В принципе, это то вино, которое в большинстве своем продается в магазинах, в которое добавляют много-много всего. Так вот, сторонники и того, и другого, да, и чистых культур и, в принципе, множество добавок к вину, они не признают альтернативное мнение зачастую. Они почему-то всех стараются перетянуть, скажем так, в свой лагерь и говорят, что вообще хорошее вино без дрожжей и серы у вас никогда не получится, и делайте вы все по бабушкиным рецептам. Но похоже, что эти люди просто не знают про альтернативное виноделие и называть брожение на диких дрожжах бабушкиными методами. Наверное, нам было бы не совсем корректно, хотя ничего обидного в этом не вижу, и ничего постыдного тоже. Но все же, скорее и правильнее было бы назвать это традиционным методом виноделия, ведь история виноделия насчитывает около 8 тысяч лет, а использование чистых культур чуть больше ста. То есть, понимаете, из такого отрезка всего лишь вот такой маленький участок человечества использует культурные дрожжи. Ну и как я уже упомянула, и в этом, и в другом видео, что утверждает, что без культурных дрожжей хорошего вина у вас не получится, ну тоже было бы не совсем корректно. Почему? Давайте разберемся на примере других продуктов. Например, хлеб. Казалось бы, ну такой абсолютно простой продукт, который человечество тоже изготавливает очень давно. Читали ли вы состав того хлеба, который вы покупаете в магазине? Если не читали, ну так очень рекомендую, потому что там вы видите просто огромный-огромный состав, очень много слов, очень много различных добавок. И я думаю, что ни для кого не секрет, как в последнее время набирает обороты хлеб домашний, скажем так, с минимумом ингредиентов. Между прочим, даже в магазинах этот хлеб стоит в разы, в разы дороже, чем обычный вот этот вот с кучей состава. И более того, даже в этом хлебе набирает популярность направление не использовать дрожжи хлебопекарские, а делать на естественных заквасках. И более того, я уверена, что попробовав и один, и другой хлеб, наверняка большинство предпочтут взять хлеб. Вот этот более простой, более натуральный, он будет гораздо более вкусным. Вот эта куча добавок, к сожалению, не делает хлеб вкуснее. Более того, например, хлеб из моего детства и хлеб сейчас, но это два разных хлеба, к сожалению. Еще один пример – молочные продукты. Когда молоко поступает на молокозавод, его сепарируют, отделяя таким образом от грубых примесей, затем его, например, пастеризуют, но тогда уже, если надо кисломолочные какие-то продукты получить, то добавляют в закваску. Мы знаем, что если молоко, например, портится в холодильнике, в магазине Аноски, сайт не очень красивый, и такое молоко мы никогда не используем для чего-либо. Мы его просто выливаем, потому что, ну, какое-то обы что. А в то же время, что происходит в домашних хозяйствах? Никто там молоко не пастеризует. Даже когда корову доят, ну, никто не обрабатывает ей вымя какими-то антисептиками. Тепленькая водичка в лучшем случае может быть с молком, если есть необходимость. Чуть-чуть ополоснули, корову подоили, в это время она может махать хвостом, попадают мухи в молоко, могут попадать волоски, а самой коровы песчинки какие-то. Потом через обычную марлечку процеживается, тоже абсолютно нестерильную. Все. Вот такое молоко, из него получается прекрасная сметана, например, если снимают сливки и ставят их скисать. При этом никто туда ничего не добавляет. А какая получается простокваша? Ну, я думаю, что тот, кто пробовал домашнюю простоквашу, как она красиво и вкусно скисает, те меня поймут. Ну, теперь все же вернемся к вину и разберемся, так в чем же преимущество брожения на тех или иных культурах. Итак, первый тезис, который выдвигают сторонники чистой культуры дрожжей, они говорят о том, что у сусла изначально там много всего содержится, дрожжей там содержится мало, забраживается оно может плохо, забраживает нестабильно, поэтому мы добавляем культурные дрожжи. Ну, давайте разберемся вообще в самой микробиологии вина, что же действительно там происходит. Так вот, в виноградном соке действительно содержится очень много всего. Там содержатся дрожжи, причем различных видов, там содержатся плесневые грибки, и их может быть до 80%, и там содержатся различные бактерии. Казалось бы, при таком различном составе, как оно вообще может бродить нормально? Ведь там столько-то всего. Ну, помни, сколько насчитывает история виноделия? 8000 лет. И 8000 лет, ну, понятно, где-то с отклонениями, но все более-менее забраживало, и благодаря этому мы знаем такой продукт, как вино. Если бы все было так плохо, несмотря на этот состав, то вряд ли бы мы, может, вообще знали о таком напитке. Почему же так происходит? Дело в том, что высокая кислотность виноградного сока, она подавляет действие бактерий. Остаются достаточно кислотовыносливые дрожжи и плесневые грибки, которых помним большинство. Но дело в том, что дрожжи начинают размножаться быстрее и в дальнейшем уже начинают подавлять эти самые плесени за счет выработки спирта, за счет выработки углекислого газа. В общем, плесеням там живется не очень хорошо, но постепенно они оттуда исчезают. Поэтому, если у вас хороший здоровый виноград, без каких-либо гнилей, без каких-либо плесеней изначально, то он вполне выбродит, выбродит хорошо. А если вы еще немножечко ему поможете, этому суслу, то есть не будете ждать, пока брожение пройдет спонтанно, а сделайте перед этим дрожжевую разводку, и из этого же винограда в небольшом количестве, то оно запродит еще быстрее. Значит, но если мы хотим добавить чистой культуры дрожжей, то если мы просто добавим, не факт, что у нас что-то получится. Почему? Дело в том, что между различными видами дрожжей и даже между одним видом существует очень сложное конкурентное взаимоотношение. И поэтому, прежде чем добавлять что-то, нам надо убить то, что уже содержится в этом самом соке. И именно для этого на начальном этапе виноградный сок добавляют серу. То есть серу убирает практически все лишнее. Таким образом мы получаем более микробиологически чистое сусло, добавляем наши культурные дрожжи, которые вроде предсказуемы, ведь сейчас на самом деле торговля предлагает огромную массу различных дрожжей с очень различными характеристиками. То есть у нас все получается красиво, предсказуемо, быстро и легко. Казалось бы, все просто, но, как говорится, не спешите радоваться. Дело в том, что микробиологический мир, он очень-очень сложен. И в том же вашем виноградном соке могут содержаться микроорганизмы, которые очень сильно будут устойчивы к серии. И те количества, которые вы добавляете изначально, они совершенно не убьют вот эту самую флору. И в какой-то момент при удачном стечении обстоятельств для нее, она начнет размножаться. То есть даже если вы бросите на культурных дрожжах, даже если вы добавляете серу, это абсолютно не гарантия того, что ваше сусло, ваше вино никогда не заболеет. Оно может заболеть, потому что далеко не все убивается серой. И далеко не все может подавляться вот этими чистыми культурами. Но если так происходит, допустим, с культурными дрожжами, если мы все-таки очищаем наш виноградный сок хотя бы частично, то как же брожение происходит, когда мы изображим на диких дрожжах? Дело в том, что там существует, как мы уже говорили, огромное сообщество. И тех же дрожжей в разных регионах, даже в одном регионе на разных участках, может содержаться превеликое множество и разных. Они уже эволюционно адаптировались друг к другу. И, скажем так, вот эта система, она находится в равновесии. И именно эта система, которая уже приспособилась друг к другу, она будет это равновесие и поддерживать. Добавляя серу, мы равновесие нарушаем. И если там есть кто-то такой вот не очень хороший, он может начать жить. То есть, что касается брожения на диких дрожжах, когда мы не вмешиваемся, ничего не убираем, то там эта система сама себя уравновешивает. И последователи натуральных вин говорят о том, что натуральные вина, в которых не добавлялась сера, которые бродили на диких дрожжах, они являются более стабильными. Одна из очень известных фигур мира натуральных вин это Изабель Лежерон. Есть вот такая книжка. Натуральное вино. На самом деле, очень рекомендую к прочтению. Продается в России, продается в Украине на украинском языке. Продается в английском варианте. Так вот, в своей книге Изабель упоминает одно из белых вин. Это было вино из шардоне. Пока она писала книгу, она пила это вино в течение трех месяцев. Понемножку отливала, по чуть-чуть выпивала. Дальше эту же бутылку закупоривала этой же пробкой. Ну, ставила куда-то. Не знаю, в холодильник, либо нет. Изабель в своей книге об этом умалчивает. Так вот, за три месяца вино не испортилось. Напомню, без стабилизаторов, без чего бы то ни было. То есть, хорошо сделанные натуральные вина на диких дрожжах, без добавления чего бы то ни было, могут сами себя уравновешивать и могут быть более стабильными. Я думаю, что далеко не каждое магазинное вино, конвекциональное, назовем его так, с добавлением всего-всего, может похвастаться такой стабильностью. Даже я в прошлогодних каких-то своих видео упоминала о том, что я знаю, моё вино может стоять открытая бутылка, где вот столько на донышке, например, весь летний сезон в квартире, то есть без каких-либо температурных режимов, просто в квартире, в шкафчике. Вот я, например, не допила, я на лето уехала на дачу. Я приезжала, это вино не превратилось в уксус. С ними не сделалось абсолютно ничего. Иногда оно может окислиться и появляется немножко горчинка. Три месяца и вот столичка, и в тепле. При этом я также рассказывала, как по осени, причем довольно по такой холодной осени, я на даче, правда, тоже в шкафчике, но это было уже прохладно, это была температура в районе 10-12 градусов, оставила магазинное вино, немножко недопитая, тоже укупоренной пробкой. Через неделю приехала, это вино превратилось в уксус. Ну вот вам и стабильность. То есть это не гарантия применения серы, применения чистых культур, это не гарантия того, что с вашим вином что-то не случится. То, что это более удобно в плане предсказуемости брожения, оно проходит быстрее, плюс мы получаем какие-то заданные свойства. Да, это правда. Но говорить о том, что вино будет более стабильное или более улучшенное, не совсем корректно. Следующий момент, о котором говорят приверженцы чистых культур, это то, что на этих культурах вина получается более вкусным, мы можем им придать какие-то особые качества, но именно поэтому оно лучше. Ну тоже давайте немножко окунемся вообще в историю чистых культур, как они появились и что с этим всем происходило. Вообще впервые чистые культуры дрожжей были выделены в 1883 году, за 100 лет до моего рождения. Чуть позже, в 1891 году, фирма Шлезинг приобрела исключительные права на продажу чистых культур и дрожжей. В то время как раз таки и искали вот эти самые чистые культуры, их выделяли, считали, что если мы возьмем их из более лучшего региона, где получается лучшее вино, избродим на них в более худшем, скажем так, регионе вино, оно приобретет ровненько такие же качества. Но на самом деле в то время это было сильно преувеличено, и вот эти вот надежды, они рухнули, потому что не получилось из винограда с худшего региона только при помощи дрожжей сделать вино такой же, как в регионе, лучшим. Но не спешите здесь делать какие-то выводы, потому что это было более 100 лет назад, когда наука только-только развивалась. Спустя некоторое время, в 60-х годах уже 20-го века, французский ученый-энолог Риберогайон, который работал на станции в Бордо, также в своих работах говорил о том, что не существует таких чудо-дрожжей, которые бы придавали определенные свойства вину. Даже если это и происходит, то это происходит очень кратко, и потом этот эффект теряется. Но опять же не спешим делать какие-то выводы, потому что в 60-е годы, в 53-м году только была открыта молекула ДНК. Поэтому наука, микробиологическая наука, опять же, стояла только в начале своего пути. В дальнейшем различные ученые высказывали различные мнения по этому поводу. Одни, например, говорили о том, что не стоит пренебрегать другими видами дрожжей для ображения, потому что когда мы выделяем одну чистую культуру, у нас бродит это одна чистая культура. А когда их там несколько различных видов, тех, кто есть в сусле, то может результат получиться лучше. И даже были рекомендации, что, например, если и добавлять чистой культуры, то желательно добавлять именно вот такую вот смесь, а не один какой-то вид. Было множество других ученых-исследователей, которые заявляли о том, что все-таки более богатый аромат, более богатый выразительный букет получается у вин, которые изображивают спонтанно. Ну, напомню, это была там середина, чуть больше прошлого века. Что же происходит на сегодняшний день? На сегодняшний день я вам честно могу сказать, ибо я сама в этом убедилась и сама пробовала, что действительно культурные дрожжи могут сообщать вину другие ароматы, другие вкусы. Дело в том, что дрожжи на самом деле, все дрожжи, они вырабатывают один и тот же спектр ароматических веществ, но пропорции этих ароматических веществ, они разные. Ну и, в общем-то, именно по этому признаку сейчас и выделяют вот эти чистые культуры. Их есть огромное-огромное разнообразие. Я сама пробовала вино, которое было сброжено, то есть абсолютно с одного виноградника, один и тот же материал, сброжено на разных дрожжах, и это вино имело разный вкус. Одно мне понравилось чуть больше, другое чуть меньше. То есть на сегодняшний день все-таки культурные дрожжи, да, действительно, они могут сообщать вину другие вкусовые качества. И тут, казалось бы, как все здорово получается, мы можем сообщать винам определенные вкусовые качества при подборе определенных вот этих штаммов дрожжей. Вот оно, наше счастье. Ну, здесь решать вам, если мы говорим о мировом производстве, то люди, которые занимаются вином, они говорят о том, что на сегодняшний день разница между тароарами, благодаря использованию вот этих культурных дрожжей, она стирается, и вина становится похожими друг на друга. Так это или не так, но если есть люди, которые об этом говорят, и все люди, профессионалы в мире вина, то, наверное, это имеет место быть. Что касается меня, я хочу иметь свой уникальный продукт, видеть, как он раскрывается, в том числе и на моем участке, хотя сложно говорить в наших условиях о каком-то там супертерруаре, потому что мы понимаем, что Беларусь – это совершенно не регион для виноделия, тем не менее виноград у нас растет, прекрасно вызревает и может давать хорошие вкусные вина. Но тем не менее я все равно я хочу воспользоваться тем, что у меня есть, тем, что дала, скажем так, мне природа, и выбраживать свои вина именно на этих культурах. Что делать вам, вы решаете сами. Чем вам воспользоваться? Пойти вам по пути конвекционального виноделия, либо же пойти больше по пути натурального виноделия и делать вино более традиционным способом, чтобы получить свой уникальный продукт, ведь вы делаете его для себя. В домашнем виноделии, несмотря на то, что в принципе я противник чистых культур, в некоторых случаях я бы рекомендовала использовать именно такие культуры дрожжей. Первое, когда у вас виноград покупной, потому что он ехал, он ехал достаточно долго, мы не знаем, чем его обрабатывали в процессе, чтобы он сохранился, чтобы он доехал, то есть такой виноград лучше помыть, я уже об этом говорила, чтобы смыть, если что там сверху чем-то он обрабатывался, и, конечно, забродить на чистых культурах, потому что мы не знаем уже, что там сохранилось. Либо если, ну, есть и категорические противники чистых культур, вот просто потому, что не хочу, в таком случае вы можете сделать дрожжевую разводку, то есть изначально там взять, не знаю, у соседа, если у вас не растет где-то небольшую гроздочку винограда, можно даже чуть-чуть сахарку досыпать, подавить это и поставить на несколько дней, чтобы оно забродило, а потом уже эту разводку дрожжевую влить во всю вашу массу. То есть может быть такой вариант, но все же вот в этом случае стоило бы добавить культурные дрожжи. Второй случай, когда тоже я считаю есть смысл добавлять, если у нас по каким-то причинам прекратилось брожение. Ну, так бывает, сахар не выбродил, что-то пошло не так, брожение остановилось, и мы никак не можем его завести теми способами, которые нам доступны. Конечно, в таком случае оставлять такое вино недовороженым нельзя, особенно, когда там совсем маленький уровень спирта в районе 5-6, и тогда лучше добавить культурные дрожжи. Единственное, честно говоря, есть в больших продуктовых магазинах продаются довольно большие пачечки винных дрожжей производства Беларуси. Честно говоря, я бы не рекомендовала, конечно, если больше других вариантов нету, то хорошо воспользоваться этим, но все же я бы покупала более специализированную. Почему? Однажды у меня тоже брожение останавливалось, я попробовала эти дрожжи, но мне не понравился очень такой выпирающий спирт. У меня никогда после этого, хотя и сахар полностью выбраживал, хороший сахар, то есть там и нормальный уровень алкоголя был, но никогда у меня не было такого выпирающего спирта, поэтому тут я понимаю, что именно дрожжи это сделали, и мне по вкусу было не совсем приятно, я люблю пить напиток, чтобы там все было гармонично, взять что-то более специализированное. И еще один вариант, когда хорошо было бы использовать именно культурные дрожжи, у вас так получилось, ошибка в многих, я уже об этом говорила, еще про сахар будем говорить отдельно, а насыпают слишком много сахара, потом спрашивают, как убрать, ну как убрать, только либо разводить чем-то, либо что-то еще делать, но можно, дело в том, что дикие дрожжи в большинстве случаев, но это не значит, что всегда могут они сбраживать больше, но в большинстве случаев они выбраживают где-то до 12-13% спирта, потом погибают, хотя у вас, может быть, на вашем винограднике обитают более спиртоустойчивые дрожжи, такое тоже возможно, так вот, если нам надо убрать больше сахара, то мы берем именно вот такие дрожжи, которые этот сахар переработают в спирт, но тоже это не панацея, потому что, если вы насыпали очень-очень много сахара, то даже эти дрожжи все скушать не смогут, ну и, конечно, если вы любите вина покрепче, то тоже вы можете использовать специальные штаммы, более спиртоустойчивые, которые позволят вам получить более крепкий продукт, и что еще хотелось бы сказать в завершении касательно брожения на тех или иных дрожжах, все-таки рекомендую почитать и рекомендую вообще почитать в интернете либо послушать на ютубе, что такое натуральное вино и как о нем отзываются люди, которые с этим самым вином связаны, честно говоря, мое такое субъективное мнение, что люди, которые вот приверживаются натурального вина, они разговаривают об этом напитке совершенно по-другому, не как в коммерческом продукте, а как о чем-то гораздо более высоком. Также рекомендую обратить внимание на Павла Швеца, Павел Швец имеет свою винодельню в Севастополе, он приверженец философии биодинамики в виноградарстве и виноделии. Ну и скажу напоследок, что вина Павла Швеца продается от приблизительно от 3000 российских рублей за бутылку, ну я считаю, что это тоже о чем-то говорит, и эти вины имеют популярность. Ну напомню, что делать вам в вашем домашнем вине, решать можете только вы. У вас есть информация, у вас есть плюсы, у вас есть минусы, а решать только вам. Ну а на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео нажав кнопку еще, ссылка на другие полезные видео и на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч!